Всем привет, с вами Эндрю, и добро пожаловать в мой первый туториал в программе EnderFilm. Это программа для создания 3D анимации на основе динамического синтеза движения. Ну вот вы, если, например, работаете с программой 3D Max или Maya или Cinema 4D, то вы сталкиваетесь с проблемой, что вам очень трудно анимировать ключами. Очень долго и неудобно, и, в общем, это полное дерьмо. Так вот, скачайте программу EnderFilm, я в описании к видео выложу ссылку на торрент. Ну, или можете поискать в пугле, если вас там не забанили, конечно. Ну, в общем, приступим. Итак, открываем мы этот EnderFilm, и изначально у вас здесь будет такое маленькое окошко, его надо будет закрыть. И посередине тоже будет окошко, его тоже надо будет закрыть. Ну, если вы, конечно, не нупы, вы установили правильно EnderFilm. Ну, если вы установили неправильно, пишите в комментариях, почему у вас не появляется человечек. Такая у меня тоже проблема такая была. Бывает, что не появляются объекты, не отображаются. Итак, вот это панель инструментов, как вы уже поняли. Если вы умеете работать с 3D-программами, опять выше указанными, 3D Max, 4D Maya и так далее, Blender, то вы знаете, что вот эти кнопки, пока не буду объяснять, вот эта кнопка для перемещения объектов и людей, например, вот, нажимаете на эту кнопку, нажимаете на человека, и вот по этой стрелке двигаете по оси Z, по этой стрелке по оси X, и, соответственно, это стрелка, это по оси Y. Ну, нам сейчас он должен стоять правильно. Вот эта кнопка тоже самая, аналогично, поворот по оси Y, по оси Z и по оси X. Может, кстати, вот так вот свободно поворачивать. Это очень... Ну, если вы какую-то там анимацию создаете четкую, ну, какую четкую, именно не в том, что плане еще заебись четко, а в плане, что должна быть такая прямая, допустим, человек бежит и делает сальто. Здесь у вас не должно быть вот такого вот кручения, надо двигать точно по осям. Ну, об этом потом. Ну, и, соответственно, вот эта кнопка, это масштаб. Но человечков нельзя масштабировать, можно масштабировать объекты. Об этих кнопках расскажу также потом. Вот эта кнопка добавить персонажа. Вот тут вот персонажа есть, тут может папку выбрать с персонажами. Можно скачать. Ну вот, давайте про объекты. Давайте удалим персонажа, нажмем вот здесь, нажмем delete. Все, мы его удалили. Что вот это вот за объекты? Почему эти серые, а вот эти синие? Ну, серые объекты, это объекты массы. Допустим, мы создали объект массы, коробочку вот эту вот, такую маленькую. И вот объекты массы. На них действует гравитация. Блин, что-то лагает у меня. На них действует гравитация. С ними могут взаимодействовать персонажи. Допустим, можно подойти, взять эту коробку и таскать ее с собой в руке. Или просто прикрепить ее к голове или чего-нибудь там. На ноге ее привесить или как-нибудь еще. Вот эти объекты, это collision объекты. Объекты коллизии. Они статичные. С ними ничего не может взаимодействовать. Об них только могут ударяться другие объекты. Например, эта коробка. Эта коробка, она сейчас упала на этот кубик, на этот шарик и все. А вот она упала и отлетела от него, оттолкнулась и покатилась в другую сторону. Вот как-то так. Конечно, в этой программе можно еще анимировать ключами, но здесь это вообще неудобно. Итак, что вот это такое? Эти кнопки, вообще забудьте про них. Даже не смотрите на их названия, они вам не нужны. Все это есть на таймлайне. Если вы умеете работать с 3D-программами, то вы знаете, что вот это вот таймлайн. Если вы не знаете, то я уже сказал, это таймлайн. Вот здесь есть две вкладки. Характер 0.1, то есть то бишь имя нашего персонажа. И вкладка Environment. Ну, это окружение, вот все эти объекты, коллижен и массы. Вот. Вот эта кнопка включает и выключает viewport. То есть можно спарить вот сбоку, спереди, можно сверху, ну и с перспективы. И также вот Camera Tracking. Это очень интересная такая вещь, что можно, например, нажать, допустим, на голову и... Попа! У нас камера следит только за этим объектом, который мы выбрали. Например, вот этот. Также, сразу, про нижнюю вот эту панельку. Вот эта кнопка, вот эта кнопка. Такая вот загогулистая. Кнопка simulate. Она, как бы, позволяет нам включить режим симуляции. Что это такое? Это проиграть сцену, сгенерировать. Сгенерировать анимацию, которую мы сделали. Потому что просто так проиграть у нас ее не получится. Допустим, тут бла-бла-бла, у нас всякая тут фигня такая понаставленная. Вот, допустим, вот эта вот, например, хрень. Вот, допустим, у нас все понаставлено тут. Такая вот анимация простенькая. Вот. Загружена анимация. Я сейчас удалю вот эту позу. Так, давид. И сейчас я не смогу проиграть анимацию. Потому что она не сгенерировалась еще. А вот надо сгенерировать анимацию. О, ну все. Он уже начал делать не то, потому что я удалил важную позу. Ну, фиг с ней. Итак, давайте все-таки попробуем сделать что-нибудь. А, ну я же еще не сказал по этой панели. Симулейт. Симулировать. Ну, play это, понятное дело, проиграть. Ну, и, естественно, обратно проиграть. Вот эта кнопка я ей вообще не пользуюсь. Перейти на следующий кадр. Вообще, я ее вообще не пользовался никогда. А вот эта кнопка, как бы, удалить сгенерированную анимацию. Ну, как бы, дегенерировать. И вот в этом туториале я вас научу делать заднее сальто. Сальто назад. Бэкфлип. Как его только не называют. Итак, какие мы будем использовать эвенты. Эвенты это то, собственно, что вот я в тот раз удалял. Вот этот вот синенький вот этот. Линия вот эта вот синенькая, которую я удалил. Это была поза. Был Event Active Pause. Давайте, собственно, создадим Event Active Pause. Правой кнопкой жмем по таймлайну. Желательно на улевом кадре. И вот смотрите, что у нас здесь есть. Характер 01, собственно, и имя нашего персонажа. Create Active Pause Event. Создать Event активной позы. В дальнейшем назовем ее поза. Создать позу. Дальше. Создать Behavior Event. Поведение. Этого, допустим, можно сделать, чтобы он падал как-нибудь так красиво. Как бы балансировал. Типа руками там махал. И в итоге упал. Constraint Event. Так. Я ненадолго выходил. Так. Продолжим. Эвенты. Constraint Event. Это ограничение. Ну, например, можно сделать так, чтобы сделали, допустим, сальто. И, допустим, он у вас крутится по своей оси вертикальной. То есть, он, по идее, должен делать сальто вперед. А он у вас просто прыгает, крутится и поворачивается вбок и приземляется уже как-то задом. Чтобы такого не было, можно создавать Constraint Event и ограничители. Чтобы он не поворачивался в какую-то направлению. Или чтобы не двигался в каком-то направлении. И дальше. Force Event. В дальнейшем Force. Force это зло. Вы не должны использовать Force. Конечно, вы можете использовать Force. Но я их предпочитаю использовать как можно меньше. Потому что с ними получается... Не, ну, с ними, конечно... На начальном этапе можно их использовать. Я и в самом начальном этапе их юзал. Но потом... У меня есть даже на канале видео... Анти-Force. Куча анимаций без Force. Они, конечно, облегчают сильно работу. Очень сильно облегчают. Можно вот, допустим, создать Force. Вот. Вот. Он направлен на шею. На грудь. И вот. Толкает. Падает. Создадим Behavior. Вот здесь вот. Свойства. Эвента. Name. Arms Windmill. Ну. Махание руками. Давайте поставим Balance. 2,5 допустим. Вау, вау. Он уже у нас балансирует. Давайте возьмем Force. Повернем его. Вот так. Вау. Нужно по-другому падать. Теперь вот так. Теперь вот так. Вау. 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 И вообще вот так падает. Это такие вот примитивы. Стандартная, примитивная, ненужная хрень. Просто с которой вы можете поиграться. Итак, давайте уже займемся серьезным делом. Про эти ивенты я потом расскажу про эти строчки. Давайте задим позу. ActivePause. Вот. У нас появилась поза, которую мы можем спокойно редактировать. Эээ. Вот эти кнопочки. Они. Вот этот позу. Это рука и стрелка. Это можно вы. Можете двигать. Часть тела. Вот этой кнопкой можете вращать. Часть тела. А еще, если вы нажмете правой кнопкой на какую-то часть тела. То есть на грудь. То. Она вот заморозится у вас. Она у вас не будет двигаться. И все, что ниже нее, оно тоже не будет двигаться. Вот. Допустим, давайте. Ну, создадим позу приземления. Эээ. Нет, стойте, стойте. Не то немного. Удалим его. Удалим ее. И давайте прям здесь. Прям вот без позы. Просто на нулевом кадре. Нажмем правой кнопкой по заднице. Чтобы заморозить ее. И вот так вот возьмем. Эээ. Поза ротейт. Поворачивать часть тела. И выделим только вот ногу. Ни в коем случае не задевайте вот этот вот. Вот. Вот этот вот оранжевый кубик. Потому что это, если вы на него нажмете, выделится весь персонаж. Поэтому заморозите задницу. И выделяйте ногу. Вот так. Аккуратно. Можно выделить не все. Если вы хотя бы чуть-чуть заденете другую часть тела, она у вас тоже выделится. Вот например, как сейчас. Поэтому старайтесь не задевать другие части тела. Старайтесь выделить только определенные части тела. Которые вам нужны. Вот так. Поворачиваем ногу. Вот так. На максимум. И вторую тоже самое. Давайте повернем вот так. На максимум. И теперь заморозим одну ляшку. Зажмем Ctrl и заморозим вторую ляшку. Вот так. Теперь нажмем сюда. Левой кнопкой. У нас поделится эта часть тела. Колено. То бишь. Зажмем Ctrl. И будем выделять стопу. Теперь. Поворачиваем ее аккуратненько на 90 градусов. И тут, к сожалению, есть такая проблема. Что. Нету градусов указан. Не указаны градусы. Как в 3D Max или Cinema 4D. Ну, пофиг. Тут это не нужно. Ну, вот так можно еще выделять. Зажать Shift. И выделить. Вот так. Будет то же самое. И делаем примерно так же. Делайте позу аккуратно. А не как-нибудь там попало. Старайтесь делать аккуратно. Теперь. Спину мы не трогаем. Ну, это все-таки наша первая анимация. Все-таки. Это должно быть. Это может быть корявая анимация. Моя первая анимация была. Как. Я учился у туториала. Zero. Кстати, охрененный туториал. Но, правда, качество там. 480. И там текст. Голоса нету. И он английский. Это очень напрягает. Это меня тогда напрягало. Потому что у меня тогда скилл английского не был хорошо прокачен. Да. Я сейчас говорю, как задрот какого-то Варкрафта. Но я не задрот Варкрафта. Поэтому. Пофиг. Ну, вот так вот, короче. Поворачиваем руки. Замораживаем плечи. Берем. Выделяем руку и поворачиваем. Я надеюсь, это не составит мне особого труда. Потому что вы уже умеете управляться с вот этой вот кнопочкой. Итак. Мы создали его позу. Только почему-то он у нас висит в воздухе. И в итоге получается вот такая хрень. Кстати. Чтобы симулировать анимацию. Каждый раз, не идя вот сюда вот. И не нажимая на эту кнопку. Вы нажмите комбинацию клавиш. Ctrl. Пробел. Так. У меня немного корябенько вышло. Потому что. Колени согнуты немного. Они под 90 градусов. Это. Это. Это фейл. Это эпик фейл. Надо их согнуть правильно. Черт. Ладно. Выделим. Только стопу. Нажмем вот сюда вот. На эту кнопку. И переместим ее. И опять. И все таки повернем. Да. Вот так вот будет правильнее. Выделим также эту. Перемещаем. И поворачиваем. Такая вот простенькая поза получилась. Очень простенькая. И если у вас возникли проблемы. Ну. Пишите в комментариях. Все таки. Это ж ютуб. Или какой нибудь там. Не знаю что нибудь. Итак. Вы нажимаем вот сюда. Move. Нажимаем на персонажа. Убедите что вы нажали сюда. А не сюда. Это две разные кнопки. Эта кнопка двигает весь объект. В том числе и персонаж. А вот эта кнопка двигает часть тела. Перемещаем его. И ставим на землю. Аккуратно. Вот так вот ставим на землю. Все. Готова. Поза. Теперь нажимаем правой кнопкой по этому ключевому кадру. Create Active Pose Event. Создать позу. Выставляем Strength параметр в свойствах позы. Где нибудь на 6. Кстати. Давайте я заодно объясню свойства позы. Ну. Имя понятно. Стартер. Начальный кадр. Конечный кадр. Позы. Сила позы. Сила это с какой как бы он. Он. Если Strength стоит 1. Он будет вяло позу держать. Он будет как кукла. Как кукла какая то. Если поставить 10 например. Он будет уверенно держаться в позе. Например. 10. Вот. Как только поза закончилась. Он сразу из нее выходит. Вот. Как то так. Но поставим 6. 10 слишком много. Enabled. Ну. Включена поза или нет. Снимем галочку. То позы этой как бы не будет. Но если поставим галочку опять. Поза у нас будет активирована. Продолжим. Blend Period. Это переход. В эту позу. Допустим. Если у нас сейчас. Первый кадр стоит. Нулевой. Вот такой. А поза допустим. Какая нибудь другая. То если поставить Blend Period. Допустим. 0.2. Он будет с какой то задержкой. Переходить в позу. Когда плавно будет. Происходить все это. Но нам сейчас пока это не нужно. Мы учимся. В общем. Сделаем вот так. Где нибудь на. Кадре на пятом. Закончим эту позу. Нажмем на нее. Ctrl C. Ctrl V. Окей. Переместим. Передвинем ее. Тоже. К этой позе. И. Растянем ее как нибудь вот так. В этой позе. Мы должны его поднять. Нажимаем на этот кубик. И поднимаем его. Да. Вот так вот. Поднимаем. Это. Не очень удобно. Но. Все равно. Можно сделать. Итак. Замораживаем задницу. Чтобы у нас не двигалась спина. Выделяем всю ногу. И. Как это сделать. Нажмем на бедро. Потом. Зажмем Ctrl. Или Shift. По вашему усмотрению. И. Нажмем. Просто. Кликаем на остальные части ноги. Вот. Поворачиваем ее назад. Можно также вот так. Сделать. Убедитесь. Что если вы двигаете ногу. Всю ногу. У вас выделено колено. А если вы двигаете всю руку. У вас выделено. Это. Плечо. Ну. Предплечье. В данном случае. Бицуха. Ну. Как бы она светлее. Чем остальные выделенные части. А то допустим. Я сейчас выделю. Ногу. А потом. Выделю. Руку. А не. Не то. Так. Я сейчас выделю руку. А потом выделю другую руку. И у меня вот. Выделены пальцы. Главные. Выделены пальцы. Такого быть не должно быть. Главным должно быть. Вот это вот. Предплечье. Так. В общем. Мы ноги назад повернули. Теперь надо. Заморозить. Обе ляй. Ляшки. И повернуть колено. Колено повернуть. Как нибудь. Вот так. Чтобы. Была поза. Подпрыгивания. Прыгания вверх. И назад. Ну. И стопы. Поворачиваем. Как нибудь. Вот так. Черт. Не то. Вот так. Берем. Заморозим опять задницу. Это придется делать очень много раз. Нажимаем вот сюда. Вот. Вот на эту вот часть. Над задницей. Зажимаем shift. И выделяем все что над этой частью. Получается вот так. Делаем то же самое. Зажимаем. Заморозим эту часть. Выделяем эту. И выделяем вот так. Черт. Увидите что вы не крутите вот так. Крутите именно по оси. Если не получается. Поверните камеру. Там. Вид сбоку там. Или спереди сделайте. Как нибудь. Попытайтесь все таки. Если у вас не получается повернуть. Сделайте. Вид с какой нибудь другой стороны. А руки. Руки. Голову поворачиваем назад на максимум. Руки. Поворачиваем. Так. Как нибудь. Нет. Стойте. Уже что-то не то. Так. Что-то нафейдил я. Маленько. Поворачиваем руку. Сюда. Сюда. Так. Все верно. Черт. И вот сюда. Пойдет. Пойдет. Теперь. Делаем то же самое со второй рукой. Так. Ага. Окей. Пойдет. Теперь. Замораживаем вот эту часть рук. И берем пальцы. Двигаем их назад. Эту позу также можно использовать для фляга назад. Если вы знаете, что такое фляг назад. Странг ставим где-нибудь 10. Теперь. Уууу. Уху. Уху. Да сука. Он прыгает назад. И тут же падает Потому что Хотя, кстати, можно прямо из этого Сделать тут же фляг Только немного позу уменьшить Ну вот, в общем Смысл в том, что он прыгает Теперь смотрим, когда его ноги Отрываются от земли Вот, например, вот этот кадр Самое то Укорачиваем до этого кадра Берем опять первую позу, клонируем ее Вставляем сюда Удлиняем, чтобы видеть результат И делаем группировку Берем поворот Замораживаем шопу, как всегда Это самая главная часть, которую мы будем всегда замораживать Хотя нет, замораживаем ляжки Почему? А вот почему И двигаем Ноги Не вот так, не вот так И даже не вот так А вот так Вот примерно такая группировка Например, такую группировку используют трейсеры Да-да, если вы не знаете, кто такие трейсеры То на вашем языке это значит паркуристы Но слова паркурист нету И назвать трейсера паркуристом Это будет ему обидно То же самое, что если вы назовете негра негром Берем Выделяем Делаем так Делаем вот Такую херню Такую вот херню впервые Потом вот такую херню делаем Вот такую херню делаем И вот такую херню делаем Потом так же делаем Все еще херню Ту же херню, не, а уже другую херню Не, делаем другую херню Берем Замораживаем вот эту херню Выделяем вот эту херню Зажим нам shift, выделяем еще и эту херню И Чуть-чуть ее Убираем сюда Черт Черт, что я делаю Что я делаю Что он делает В общем, ставим мы как-нибудь Сбоку Руку эту Она все никак не хочет Ну вот, она наконец-то это сделала Опускаем ее чуть вниз Да, конечно, со спиной фейл Получился причем эпичный фейл Делаем, чтобы руки у нас Обхватывали колени Сейчас у нас руки не обхватывают колени Но Сейчас я сделаю так, чтобы они их обхватывали Опускаем Руку Замораживаем Плечи Предплечья Так Выделяем Если не ошибаюсь, вот эти части И делаем так Нет Делаем вот так Так И то же самое со второй рукой Так Теперь замораживаем Плечи Вот эти вот Гребаные плечи Выделяем одну руку Полностью Кроме плеча И делаем Вот так вот 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 Он уже более-менее похож Уже как-то напоминает Круппировку Поворачиваем руки немного так Кстати, вы можете сохранить эту позу В файл Чтобы Каждый раз не создавать заново Гребаные плечи Гребаные плечи В принципе Все нормальные люди так и делают Я вам советую так же сделать Вот Замораживаем эту часть Руки Локоть Вот Так Теперь вот Так Делаем Чтобы у нас было Примерно так Черт не так Ну вот как-то так Группировка Теперь Замораживаем Вот эти вот части руки Берем Черт грудь Выделяем еще вот эту Замораживаем Берем грудь Опускаем ее вниз Вот что получилось Замораживаем грудь Опускаем голову На максимум Сюда вот Чтоб прям он Себе грудь Языком лизал Берем стрэнг Ставим 10 Стрэнг Должна быть Всегда 10 Это такое Среднее значение Для Круппировки Или прыжка Уф Есть Он прям Прыгает так Реалистично Натурально Входит в группировку Немного неправильно Но хрен с ним Стоите Стоите Почему Почему у него Жопа Косо стоит Почему Когда я Почему при старте Оно у него стоит ровно А потом немного Поворачивается Для этого Чтобы такого не было Ставим ограничитель Опять же Constraint Event Растягиваем его На всю анимацию Выделяем Именно жопу Она в принципе У нас сначала Выделена Все равно Свойства Constraint Вы можете Вот здесь Поиграться С значениями Но чтобы вам Не тратить время Выставляем Такие параметры X Вот тут Две Две Колонки Таких Position Strength И Angular Strength Position Strength X Оставляем То что есть Y 0 Черт Все Y 0 Z 0 В Angular Strength Все наоборот X Убираем А Y Z Оставляем Все Теперь у нас Ровненько Красивенько Делает сальто Жопа Не косо Вы подумали Что все Он приземлился Классно Нет Он должен встать Еще Он должен встать Если он у вас не встал Значит Сделать так Что встал Ну я сейчас Загружу позу Готовую Ну хотя Можно В принципе Использовать Вот эту позу Планируем И вставляем Просто Вот эту позу Кострин Зачем Брал Вот И так Что у нас Получается Вот Он крутится И делает Вот так Чтобы он встал Нам нужно Укоротить позу Допустим Вот до этого кадра Где он у нас Стоит Полее-менее так Нажимем Правой кнопкой Создаем Позу Правой кнопкой По позе Load Pause Загрузить Позу И так Заходим В директорию Куда мы установили Сам Собственно Эндорфин То есть У меня Это Натуралмошен Эндорфин 252 Не путайте С 271 Вообще 271 Это тупая версия Но иногда Она тоже Помогает Но вообще Не советую Я вам ее использовать Нет 252 Она лучше Она всегда Была лучше Так Эндорфин 252 Ресурсус И конечно Если вы скачали 271 То заходите В эндорфин 271 Папочку И ищите Папку ресурсус Поз Ищите Позу Стендинг Стойка Вот Вот она Поза Стояния Странг Выставляем Гденибудь 6 16 Зачем 16 6 есть ой он прыгнул прикольно вообще-то ну а здесь не до игр это серьезное дело 3d анимация блять я не какая-то там крёбаная хрень надо еще немного как сделать нет все равно не то надо сделать еще вот так вот стрэнг меньше до 4 и вуаля нет ни вуаля потому что стрэнг все равно слишком большой поставим один единичку поставим да точно ой нет нет зачем единичку слишком мало до двоечку ставить двоечка пойдет двоечка был этот период еще надо ставить 0 5 и вот он что-то опять не то а вот группировка надо еще укоротить еще укоротить представить сюда так нет много не то надо еще в общем надо подгонять подгонять и подгонять это не такая это не долгая работа вот я сделал это я нашел идея идеальный вариант вот он входит в эту позу на 42 кадре встает на пол шестьдесят первое кадре начинается поза стояне и вот здесь нужно создать еще один констрейнт и заблокировать жопу лог позиция убираем не убираем y оставляем x и z все ой так стоп 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 2 будет период 0 стр чтобы поставить вот готова мать его Ну, конечно, он потом падает у нас, но все равно Вот оно, заднее сальто Но Эта группировка, она корявая, конечно Понятное дело, я ее на скорую руку делал У меня есть нормальные группировки Кому что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях Ждите следующего урока Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok